Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет. А также на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати. Станет оно назначаться и нуждающимся женщинам, ставшим на учет на ранних сроках беременности. Чтобы оформить универсальное пособие, необходимо будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок. И сделать это можно как через портал госуслуг, так и лично через МФЦ, либо фонд пенсионного и социального страхования, если для человека такой вариант предпочтительнее. Государство обеспечит действительно единую и комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитываются порядка десяти миллионов детишек. Запущена горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы. Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации, отметил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства, мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Колл-центры 122 хорошо зарекомендовали себя еще в пиковые периоды пандемии. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их обработки. Получить информацию можно не только на горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства. Объясняем.рф Военный комиссар Карачаева Черкесии Сергей Белобородов призвал не верить фейкам, связанным с частичной мобилизацией. Он заявил, что все списки призывников, размещенные в соцсетях, сфабрикованы, а также рекомендовал доверять только официальным источникам. Белобородов отметил, что под мобилизацию не попадают студенты, солдаты-срочники, осенние призывники и россияне, имеющие проблемы со здоровьем. Призыв на военную службу по мобилизации будет призван не каждый гражданин, а тот, как сказал министр обороны, который имеет определенную воинскую учетную специальность, имеет прохождение службы в рядах вооруженных сил и возрастом до 45 лет. Граждане, призванные в военную службу по мобилизации, обязательно порядкивают, пройдут военные сборы, где получат дополнительную военную подготовку с учетом введения спецопераций под руководством военнослужащих, которые непосредственно принимали участие в спецоперации. Граждане, проходящие военные службы по призыву, которых нас все волнует, согласно указу президента и приказу министра обороны, не те, которые проходят службу в настоящее время в вооруженных силах, и те, которые будут призываться осенью 2022 года, привлекаться к спецоперации не будут. Граждане, проходящие обучение в высших учебных заведениях, также учебные заведения среди профессионального образования, имеющие ограничения по состоянию здоровья, призывы по мобилизации не подлежат. Граждане, призванные в военную службу по мобилизации, будут иметь такой же статус, денежное содержание и социальные гарантии военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации по контракту. Более 12 тонн гуманитарного груза отправила Карачаево Черкесия в помощь жителям Донбасса. Автомобиль Главного управления регионального МЧС отправился в распределительный центр в Ростовской области. Оттуда помощь будет направлена жителям Донецкой и Луганской народных республик. В составе груза продукты, 6 тонн муки и 6 тонн кроп, а также 90 килограммов трикотажных изделий и порядка 600 книг на русском языке. Партия была сформирована с учетом поступающих заявок из гуманитарных центров «Единой России», которые открыты на территории Донбасса, и с которыми региональное отделение постоянно находится на связи. С начала спецоперации при участии регионального отделения в регионы Донбасса и освобожденных территорий из Карачаево Черкесии было направлено 43 партии ценного груза общим весом более 400 тонн. От православных икон, медицинских препаратов и оборудования до детских кроваток. Такую помощь собрали предприниматели и просто неравнодушные жители Карачаево Черкесии в рамках акции «Народного фронта. Все для победы». К нам все чаще обращаются простые жители и трудовые коллективы с вопросом, как они могут помочь. Большинство из них перечисляют деньги, но есть и те, кто хочет участвовать материально, всем, чем может. Рассказала руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Карачаево Черкесии Людмила Капушева. Большинству удобно и доступно это перечисление денежных средств, но есть и те, кто хочет участвовать материально, всем, чем может. Кто-то приносит лекарства, кто-то какие-то посильные вещи. Вот на днях пенсионерка из Аула Кубанхалк Нина Викторовна Государева попросила к ней приехать и забрать помощь для жителей Донбасса. Она сама инвалид, беженка из Приднестровья, маломобильный человек, но собственноручно сделала для бойцов и жителей ЛНР ДНР иконы, которые передала для поднятия боевого и морального духа. Кроме того, передала и медицинские препараты из своих запасов, инвалидную коляску, которая, как она выразила, сейчас может быть нужнее сестрам и братьям из Донбасса. Ранее пенсионер из Черкеска, наш друг Генрих Григорьевич Каменев, перечислил часть своей пенсии воинским подразделениям. Трудовой коллектив торгового центра «Смирнов Мебель» откликнулся на сбор Народного фронта и привез две детские двухъярусные кроватки, которые они попросили передать для маленьких жителей полуразрушенного Донбасса. Вообще жители Карачаева Черкесии, я думаю, известны уже тем, что отзывчивые и в любой трудной ситуации сплочаются, помогают друг другу, помогают тем, кому нужна помощь. Площадь озимых зерновых под урожай следующего года будут сохранены на том же уровне, что и в прошлом году, и составят 24 тысячи гектаров. В частности, сельхозтовропроизводители Республики планируют засеять почти 21 тысячу гектаров озимой пшеницы и более 3000 гектаров озимым ячменем. По данным регионального Минсельхоза, все фазимы на полях Карачаева Черкесии планируются начать уже в ближайшее время. Городские власти начнут работу над благоустройством очередной общественной территории Черкеска. Какой именно из трех предложенных к обсуждению должны решить сами жители города путем общего голосования. А пока активисты и мэрии Черкеска совместно разрабатывают дизайн проекта для потенциальных объектов благоустройства на особом проектном семинаре. Комментирует информацию заместитель мэра города Артур Озов. Мы выбрали три территории, которые будут выставлены на общее голосование. По выбору это территория парка Ирты, продолжение аллеи по улице Доватора и наш любимый дорогой Зеленый остров. Благоустройство территории вокруг пруда и частично еще районе Малого пруда. Карачаева Черкесия улучшила свои позиции в экологическом рейтинге страны. По итогам лета этого года республика поднялась на две позиции в национальном рейтинге, переместившись на 24-ю строчку. Положительная динамика движения региона в рейтинге наблюдается по всем индикаторам с зимы 2020 года, после резкого снижения позиций в связи с лесными пожарами, которые действовали в Карачаево-Черкесии весной-летом позапрошлого года. Стоит отметить, что экологический рейтинг субъектов формирует общественная организация «Зеленый патруль». на основе информационных материалов, поступающих из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку необходимо до конца октября. Об этом рассказала руководитель Центра инновации и социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание. Это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность. И обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы. А также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в центр «Мой бизнес», а именно в центр инновации социальной сферы по адресу Ленина, 53. В Ауле Каменомост продолжаются ремонтные работы на мосту через реку Кубань, который был разрушен напором стихии в прошлом году. Сейчас на объекте уложены железобетонные балки. Строители выполняют все запланированные работы в соответствии с графиком, чтобы своевременно открыть движение по новому мосту. Комментирует информацию главный инженер управления Карачаево-Черкесск-Автодор Муаят Хутов. Единственный вариант, который подходил сюда, это увеличить пролет. Здесь было 14 метров, теперь 28 метров ширина пролетного строения. Мы зашли на массивные части скальных пород, потому что в данном регионе, где мы находимся, здесь у нас андезитовые породы. С ними проблема в том, что буронабивные сваи здесь очень опасно делают. Мы можем расшатать скальную породу, которая может привести к тому, что она может обвалиться. Мост после того, как будет закончен, он будет соответствовать всем современным нормативным нагрузкам и будет выдерживать нагрузку в 100 тонн. Однозначно будет выдерживать все те нагрузки, которые здесь могут передвигаться. Те же синовозы, те же строительная техника, которая через него передвигается. Сотрудники госавтоинспекции Карачаево-Черкесии призывают участников дорожного движения к бдительности во время сезонного перегона домашнего скота. С начала года на дорогах республики произошло 75 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал наезд на животное. В этих авариях один человек погиб и 12 получили ранения различной степени тяжести. В регионе с сентября по ноябрь проходит сезонный прогон крупного рогатого скота с летних на зимние пастбища, в связи с чем повышается риск совершения ДТП с их участием. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии облачно, дождь, местами сильный. В отдельных районах сильный ливень, очень сильный дождь. В горах с мокрым снегом, местами туман. Ветер западный 6,11 м в секунду. В горах порывы до 15-20 м в секунду. Температура воздуха плюс 8,13, в горах местами плюс 2, плюс 7. В Черкесии днем сильный дождь, ветер западный 6,11 м в секунду. А столбик термометра поднимется до 13 градусов. Штормовое предупреждение. 24 сентября местами по Карачаево-Черкесии ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, в горах с мокрым снегом. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!